Ребят, смотрите, что мы нашли. Мы обнаружили в нашем магазине гигантскую бутылку Кока-Колы. Объемом в 30 литров. А для чего такая нужна? Да я так понимаю, для коловых автоматов, наверное. И сейчас мы хотим сделать из нее нашу любимую ракету на Кока-Коле. Сейчас я вам покажу, как это работает. На примере вот этой маленькой пол-литровой Кока-Колы. Открываем бутылочку. Немножко отпеваем. Отлично заходит в такую жару. У нас имеется вот такой вот газ туристический. Его надо просто слить из этого баллона в бутылку. Баллон надо тоже будет переворачивать. Наверное, вверх ногами. Потихонечку напускаем его в нашу бутылку из-под Кока-Колы. Стас, как цыпленок, только зерен подкинуть ему. Спичку ты мне подкинь только, и все, и вообще классно будет. Лететь будем все. Заливай понемножку газ. Сейчас мы запустим первую летательную Кока-Колу. По чуть-чуть лей, чтобы не переливалось. Сливай все. Стоп. Смотрите, газ сверху буррит. Достаточно теперь просто перевернуть, и она полетит. Готовы, ребята? Поехали. Отличная реактивная тяга. Вы видели? Слышишь, ее не разорвет? Не, не разорвет. Большая медленно будет лететь. Я увидел, как у них медленно налетела. Сейчас будет весело. Вы посмотрите, ребята, на этого монстра. Сейчас мы его запустим в стратосферу. Классная Кола. Нам надо немножко отпить, где-то вот так вот. Для того, чтобы было место для газа. И чтобы она не летела впустую, посадим сюда маленькую фигурку базлайтера. Зачем вы меня запускаете в космос? Я не хочу летать! Да ладно, братишка, тебя же создавали для этих дел. Но чтобы все это вы могли наблюдать от первого лица, мы закрепим туда гоу-прошку. Давайте заправим газом эту Кока-Колу. Да не, Санек, этого баллона, наверное, не хватит. Я тебе сейчас покажу кое-что получше. О, вот это тема, я тебе говорю! Пацаны, убрали. Палочки. А, погоди, мне тогда вот так надо встать. Ох, и ванилочка. А, вы думали, что? Ты по чуть-чуть только открывай. Ты держи. Блин. Вся трудность в том, что газом, понимаешь, выталкивает. Вот, смотрите, ребят, что происходит. Ой, брызги летят, я не могу близко заснять. Тут и пытаюсь. Смотрите, как обледенела бутылка. Ребят, ну это шок. Смотрите, как газ прям спускается. О, палец завер. А ты как хотел. Стойте, стойте, стойте. У меня есть идейка. А, ну брось. Сейчас все будет. Так, 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 так. Ну что, во. Вау, какой напор. А, ну, ну, ну. Смотри. Бля, ничего себе там. Вау. Подожди. Тяжело? Холодно, да? Тряпка надо рукам мерзнет. Температура кипения пропана минус 20 градусов. Смотрите, все, как линем покрывается. А, холодно, а, холодно. А, бедный базлайтер. Смотрите, как он дрожит. А все потому, что уже полная бутылка пропана жидкого. Сейчас я жидкого дам в одном месте. Прикинь, какая газа. Прикинь, какая не опасная. Покажи, что получилось. Смотри, смотри. Блин, не болтай, не болтай. Газ сбесился. Конечно же, мы заботимся о своей безопасности. Поэтому обязательно нужно одеть вот этот вот шлемец. Ну что ж, базлайтер, сейчас мы отправим тебя прямиком в космос. Смотрите, какой пар. Он кипит отлично внутри. Реакция идет вообще на ура. Ну что, короче, смотри. План действий готов. Сейчас мы ее аккуратно переворачиваем. Вот так переворачиваешь. И оно начнет выливаться. Это нормально. И буквально через секунду пойдет реакция. Отпускаешь она пойдет вверх. Главное, когда будете отпускать, направить ее. Добрый день. Здравствуйте. А что вы тут делаете? Бутылку вверх запускаем. С перемен делаем. Как точно с перемен. Она просто взлетит метров на 30 и упадет на землю. И все. Мы соберемся и уедем. Вы знаете, что сейчас мы могут там увидеть, и будет самая баба. Лев взрыв. Яна. Да нет. А что это у вас за антенна? Это не антенна, это камера. Вы знаете, что здесь самое есть? Да, знаем. Но тут километров 6, наверное. Нет, нет. Ну, вот сюда вот 3, наверное. Вот туда вот 6. Очень далеко. Никто даже не увидит. Да можете посмотреть. Ну, я гляну. Давайте, давайте. Делаем. Переворачивайте, пацаны. О, ничего себе. А что она так фонтанула? Вы видели, ребят? Вы посмотрите на меня. Я просто весь в кока-коле. Ты видел, как она крутилась? Я ничего не увидел. У меня просто струя, прикинь, пугаховая, прям в лицо. Что, Сасян, целый базлайтер? Базлайтер дал дисбаланс, и она начала раскручиваться. Жесть. Все, вот и все. Потому что мы ее взяли, мы ее начали поднимать. Вот так вот выровняли ее. Мы ее держим, она начинает лететь. Наверное, из-за веса она вот так вот. Вы мне объясните, почему Стас сухой, а я весь мокрый? Давайте, как это вот все. И отсюда. Нет, все, сейчас мы все, и все. И вы нас больше тут не увидите. Не пейте много кока-колы, иначе и последствия увидите сами, что может произойти. Вот уже двушечка. Но повторить эксперимент надо. Если хотите, чтобы мы повторили более масштабный эксперимент, мы купим 50-литровую бочку, там загерметизируем ее по красоте, и туда 20 литров пропана мы вольем. Стас замутит установку специальную, чтобы можно было ее по красоте перевернуть, и она как по рельсам вылетит вверх. Вы знаете, что вам нужно сделать? Конечно же, подписаться на канал, поставить лайк, ну и написать, какие мы безумные люди.